ну вот мы на чудесной набережной эльсиф выводим колясочку наташу выводят под руку меня почти вывели вот отлично как все у нас пробка у нас пробка все народ вот мы как да уже сзади толпа тоже подъехала как же мы долго ждали посмотрите кстати прошлое видео как же мы долго ждали чтобы сюда попасть на хорошей набережной прошли ухты ну вот попадаем этот город эль-сифель эль-фахиди марина транспорт транспорт стейшн мы на эль-фахиди вот ну вот такое вот да сейчас будень значит пять часов вечера давайте уже так что разойдемся давайте разойдет ухты ой 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 они прямо на меня летят зато дает самая умная птица ворон ворон самая умная так мы начинаем показывать вам чудесный город эльсиф древний город эльсиф эльсиф heritage hotel ага то есть отель наследие подожди может такая-то экскурсия может заходить на нам там двери открыты пошли пошли вперед в отель да давайте заглянем наташа постоянно боится чего-то не могу понять чего вот это рецепция отеля ну давайте интересно посмотрим ты фотографии шейхов шейх мохаммад шейх алифа м шейх амдан патефончик какой классный то что идти не хотела смотри патефон и печатная машинка и телефон не знаю совершенно интересно но очень на это похоже ну пусть заходят чего а ключи сейчас подъезжаю такую силу эту показываю такую утварь интересную для ключи 12 номеров что только похоже на что ключи нет звоночек такой а давай свакнем и побежим давай бежим убегаем смотри как весело ты идти не хотела к нам никто не пришел все равно вот свезло машинка есть гуляют туристы кстати очень красиво знаете напоминает эль джахили форд и и шейха заеда палац где мы гуляли в эляйне перекреплю видео посмотрите простите ой нет она не двигается тяжелая такую я не могла отодвинуть а смотри какая классная деревня значит наследие эль сиф ты гуляешь делаешь шоппинг heritage сук наследный рынок ну и вон там дальше сейчас только улицу и улочки улочки но ты же уже сразу сказала такой елки у нас женок не хватит ничего не хватит ног пойдем руками правильно уж там цены какие-то есть давай так народу просто покажем что здесь платье 10 дирхам серьезного такое платье наташ не хочешь померить платьишко за 10 дирхам да ладно 10 дирхам 10 дирхам точно ой какой кошмар прикольный посмотри вот этот вот с лапочками уже что-то с ценами вообще как-то обвалцы да украин украин украине а его фронтая пакистан наташ ну что померишь батюшка да ладно есть дирхам вообще фигня слушая о возила такие кошелечки тоже красивые ну вот на том дубайском рынке были как-то ней подороже наташка это такое нашла покажи по желудочкам ну пока покажи пожалуйста ну пока еще он вообще сделано не знаю когда а тяжелая тяжеловато в общем такой сувенирный киоск с приятным парнем из пакистана встречает вас прям у входа на рынок тоже прям за женщиной с платочками бежите тоже 5 но у нас билет но 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 тлес козе за 5 за 5 парень не захотел видео попадать сказал мне снимай меня но нормально ты хочешь ну давай ну да доллар чем-то да ну давай внутрь пойдем парень из пакистана такой системе сказал мне не снимай меня пожалуйста не снимай показал так мнение он не хочет это и наверно в магазине ну вот из да даже будет красивый мальчик намешан с европейцем но вы увидели немножечко его лицо на видео не хочу его показывать раз человек не хочет чушь там это но такой симпатичный киоск но реально если платьишка 10 дирхам вообще как сувенир они вот такое нравится ну ладно сейчас наташа купить себе пару как кошелечков и продолжим свой путь по такому чудесному уже уже нравится про город по городу альсив тоже при прикупили два я желчка ну покажи они на хорошем месте в горке практически найти до удобной денежки положить удостоверение паспорт любимые такие мама моя любит так что один наташ и один маме купили там внутри тоже сувенирчики всякие но про сувениры мы вам много всего показывали обмен валют фордан экченч смотрите народ не вопрос поменяют денежку я не знаю суши тут наверное виды хорошие смотрите вот здесь вот можно завернуть сфотографироваться чего-то хорошо жара уже спала да а давай покажем вид и и и пойдем еще дальше я чувствую что у нас не такой знаете шопинг-тур кой мы и шопимся мы и смотрим город классно кстати рыболовные сети на думаю висят класс реально как город моряков просто хочу вам вид показать девочки которые с нами ехали тоже фотографирует вот такой вид а это уже чайки на камеру не хотел помочь сейчас это злюка бобер будут наверно всем рассказывает что он в дубае босс хотя я думаю что он тут как раз нормально для пакистана для своего пакистана нормально здесь зарабатывать для своего пакистана пакистан тоже разные как любая страна у нас такой знакомый джемиль был таксист возил навсегда все четыре года поработал ядан я заработал все что мне надо было у него трое детей и уехал но каждый год он летал домой в отпуск как бы не летал только год назад связи ситуациями на все человек заработал уже все сколько можно же ой посмотрите это просто вот уже я не видела здесь так ну что направляемся тогда мы никогда не видел чтоб чайки надо но это кружили год никогда чай это я видела вот так конечно самая большая достопримечательность не поверите что это это туалет кстати такие же на занзибаре двери были помнишь такими эмоционными штучками посмотрите какие краники вот это реально туалет под эль-сиф древненький так это вот радует уже ого тут такой прям трон я вам скажу и мусорки посмотрите какой слив реально лампочка туалет вообще вот а здесь вот такой обычный такой но тоже ну не такой широкий тут все есть бумажка короче мусорка все здесь стерилизована и душики душики эти вот это просто давнина старина до душ уже окислился ну в общем очень даже прикольно народ туалетики в эль-сифе порадовали народ в общем туалет в эль-сиф и настоятельно рекомендуем это эстетическое удовольствие смотреть на такие красивые вещи действительно отошли мы немножечко и показываем тут есть пушечка с такой прикольная раскрашенной бочкой рядом красиво смотри ступенечки а перекрыты нельзя туда идти вот туда вот не пускают красивые виды просто бомбические это что за барабаны такие то барабанчики вообще если хотите подзаработать можно поиграть и наташ давай ну все шикарно молодой человек копеечку нет ну ладно берем с собой как сувенир и мир это кожа в общем наташа довольно поиграла на барабанах тут все начали жить вот показывается как жили в давнину и старину арабы пока шейхзайт не поделился нефтью которую нашли англичане до деньгами и пока не на феррари не пересели а так вот вот как-то вот такой вот феррари было сейчас кстати тоже вдали сувенирной киосочки наташ хотела пойти на уже как-то перехотела да уже все это большой соблазн большой собрал бы соблазн потратить кучу денег на право еще один туалет то есть один народ весь побежал вперед что-то мы сначала подумали что они с нами в туалет бегут не но если шли по разному и какие самого риска мы завернули себе по нашим делам и почему-то за нами все кинулись а ты как на весла похоже что ли нет туалет кому надо еще кстати вообще вот эти ветровые башни да так куда где ты лифт говорила не увидела она написана ладно идем без листа сегодня сказать о машинка древняя что мы очень мне кажется останавливаемся здесь и мне так понимаю архитектура не блещет разнообразием и очень красиво и любое место он стал и фотографии тебе просто на альбом на память что это такое опять опять снова отель но мы уже знаем этот отель он не выходят люди хоть ты звонишь хоть не звонишь люди не выходят лист на один этаж ну мало ли может кто кого-то у кого-то коляска конечно ну вот такая красота вот там вот мы гуляли в прошлом видео когда пытались найти абру ну когда нашли ругались ум месяц уже виден двуна точнее ох ты и рыночек сзади тебя какой огромный проснул давай там пройдем чуть-чуть покажем просто по чемоданчиками ничего себе так может в этот самый отель и приехали как раз эти все лейблы с аэропорта на чемоданчик ага смотрите мы просто в туалет свернули с этой улице полоски да они все параллельно идут понятно ну квадратами наверно большими квадратами . а здесь как центральная аллея здесь вот они продаются вот кошелечки кстати интересно может есть поинтереснее или подешевле что-то думаешь мы купили прямо вот на входе можно так сказать я смысл подешевле 10 штук раньше ты купишь они 10 много уже не куплю ну а просто попозже будет приходить и сам себе узнавать это же базар все-таки торгуют 5 написано все нормально а да хорошо цены есть торговаться не нужны всякие снова платьишки платочки ну и слушай платьишки все время реально 10 дирхам стоят что они совсем уже их наклепали в мире я не знаю сколько миллионов так конечно их надо продавать о турецкое мороженое класса когда такое представление устраивают не дают мороженое забирают уже решает дела может уже кушать слушая народ вообще так без масса входит так вообще можно приспустить подышать чуть-чуть черное платьишко которые местные носит называют забая даже где-то похоже на шелк даже где-то учитывая ну я подошла ближе уже интереснее красиво чемоданчик кому нужно перед его может женщина продавала там чемоданы не шарфики за 49 похоже что-то ну ой ароматики не надо да ну у нас есть большой плейлист распаковка и ароматы так что можно они очень рыболовные сети слева и старбакс несколько музей иллюзий люди часто пишут про него говорят что очень интересно ну как бы нам так не очень дальше какие-то может люди вот сюда в какое-то представление бежали на самом деле люди просто по-моему бежали по своим делам очень темнеет быстро ну да смотрите уже освещение только мы вышли было как-то совсем 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 светло да вот музей иллюзий и это сувениры и подарки этого музея вот снова мы смотрим на сувенирные лавки по-моему они здесь просто не кончаются классные такие это под древность как-то сделано красиво красиво а у курница бахурница и ароматы ой как у дом потянула мама дорогая бежим отсюда ой класс верблюде какие разноцветные это красота ой там целая куча еще просто красиво ну вот народ что такое алисив просто гуляешь наслаждаешься пьешь кофе и покупаешь платьишки снова наслаждаешься делаешь фоточки фоточки на заливчик мужем красиво ты посмотрите сделали что-то украшение дальше вообще дальше вообще какие-то гирлянды какой-то яркий такой город ну подойди попробуй нас маска у него тоже такая классная и прическа вообще красивый молодой человек вперед набрызгали меня чем-то арабским подожди ты даже фирму не посмотрела не понятно просто чем набрызгали вдруг понравится или наоборот не понравится рассказывает наши еще другие идеальные ароматы если вдруг найдем будем показывать видео вы знаете и снимаем такие видео подожди сейчас прыгать прыгать а в губках прыгать а ну на я ближе под подойду а и и всадника кого-то мой не знаю может какой-то кафе будет мужик можешь в ребенка губку кинуть это весело наверно ковры красивые hello hello how are you how are you thank you thank you ok maybe next time thank you суреш кумар ух ты боже мой мы ходим в сказку вот это класс то есть это действительно сейчас мы уже идем по старинному городу на настолько завешан сувенирами что очень красиво даже подними ну ну видно что красиво гирлянды вроде просто так красиво в общем короче мы в дубае мы снова в сказке в общем короче мы в дубае мы снова в сказке продолжаем прогуливаться чудесным чудесными улицами эльсифа знаете мы собирали сюда все-таки чуть пораньше днем даже как-то интересней получилось за наташка не что мы попались сюда вечером здесь просто какая-то невиданная красота со всеми этими игрушками слушай вот такие вот похожие ковры по моему были в этом эмирейт стелес нет видео оставлю посмотрите обязательно шикарные красивые ковры но там они реально были золото с какими-то миллионными миллионными ценниками и я не думаю что золото будет так внизу висеть возле двери и все будет об него ноги вытирать просто это можно что там просто как рисунок похож но там просто может быть была бы работа вычурнее машинка аккуратнее может быть а здесь просто как знаешь как уже креплика и поэтому я и говорю что это не золото смотри какой крабик или кто там подожди где машина что это еда какая-то ресторан наверное на клешню прикольно сделала я же спула мужчина свернули что это креветка вылил это креветка думала это лапа грамм наверно какая-то такая площадь сюда уже мы вышли да но это же еще не все не все конечно но одна из остальных просто какие-то прожекторы горят и смотри машины спокойно приезжают то есть выходит такси можно доехать да и на может на каком-то микроавтобусе трансфер есть какой-то я не знаю можно будет а шоу запустить даже классно это вот наверное популяры дальсив харитэйдж хотел наверное здесь все время стоят какие-то занял за они просто там был возле входа здесь он же не такой длинный на самом деле просто наставили кучка такой бутик 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 поставили ну прикольно чем молодцы какое придумать харитэйдж велочь ну классно ну вот мы слышим как мула призывает молитве очень красиво кстати особенно в этом городе когда прогуливаешься да анташ да очень атмосферно так что мы атмосферненько еще чуть погуляем вам желаем добра и счастья желаем поставить нам лайк написать комент понравилось ли вам видео что еще хотите увидеть в общем всем пока